Далее идут жуки из пустыни Намиб. Они могут собирать влагу из тумана, которая обычно по утрам приносит в пустыню ветер, дующий с моря. Чтобы собрать влагу, жуки забираются на гребни высоких дюн, приподнимают свое брюшко по направлению к ветру, после чего опускают свою голову вниз. Данное положение позволяет туману конденсироваться на выступах надкрыльев. Далее он стекает вдоль шва надкрыльев и попадает в ротовые органы жука. Влага, которую жук получил благодаря своей способности, составляет около 40% веса его тела. Этот жук вдохновил людей на создание уникальной техники сбора воды. Создатель данной системы Пак Ките из Сеульского технического университета. Его изобретение копирует форму и функцию панциря жука, чтобы утреннюю росу превратить в питьевую воду для тех, кто живет в местах с ограниченным доступом к воде. Другую идею подсказали фасеточные глаза мухи, состоящие из особого сетчатого экрана. Их строение позволяет насекомому видеть не одно, а множество изображений какого-либо предмета. При движении наблюдаемый объект переходит из одного изображения в другое, что позволяет с большой точностью определить скорость его передвижения. Биологи изучили принцип устройства глаза мухи, и инженеры создали новый прибор. Его так и назвали — глаз мухи. С его помощью в навигационных службах и аэропортах определяют скорость полета современных авиалайнеров. Еще одно изобретение, которое появилось благодаря мухам, а точнее благодаря изучению жужжальцев у мух — это вибрационный гироскоп. Он высокочувствительно и мгновенно фиксирует любые изменения положения сверхзвуковых самолетов в пространстве и стал незаменимым в авиации. Несколько лет назад морской биолог Фрэнк Фиш, детально изучая плавники горбатых китов, заметил нечто невероятное, а именно бугры размером с небольшой мяч, которые разрезают воду и позволяют киту с легкостью скользить в толщи океана. Основываясь на своих исследованиях, Фиш сконструировал лопасти с бугорками для вентиляторов, которые разрезают воздух на 20% эффективнее обычных. Он создал компанию для их изготовления и лицензирования своей энергоэффективной технологии, которая повышает производительность вентиляторов на промышленных предприятиях и в офисах по всему миру. Среди сплагиаченных у животных технологий можно также вспомнить рентгеновский формирователь изображения под названием «Глаз Лобстера». Это портативный, так сказать, фонарь, который видит сквозь стальную стену толщиной 8 сантиметров. Его создание, как можно догадаться из названия, стало возможным благодаря детальному изучению глаз лобстеров. Министерство национальной безопасности США немедленно вложило миллион долларов в этот проект, надеясь на то, что с его помощью можно будет отыскивать контрабанду. Интересный факт. Наблюдения за шимпанзе позволили выявить ряд лекарственных растений и применить их для лечения людей. Можно вспомнить еще десятки технологий, подсмотренных у животных, но тогда это видео будет длиться бесконечно.